видео наше будет об аккуратности работы с пробойником прочих мелких нюансах так вот на уровне шагри не мы как бы смотрим наезжаем видим что кое-где конечно нюансики есть но в основной своей массе как бы проблем нету там где вот артефакты вот эти видны я их и не делал собственно они не относились так же как и вот эта часть вот вот у нас вот эти зона ремонта была которая нас интересовала так вот теперь поговорим о том о том что как все таки у нас есть вот рубчики которые и вдоль и поперек есть вот мы видим да как же с ними бороться с ними бороться так что надо свет выставлять чтобы делилась либо вмятина либо наша шишка пополам не вот так не вот так не вот так а выставлять свет именно так и работать вот так то есть если вот эти вот вещи мы забиваем смотрим лампу ставим так вот эту вещь мы забивать будем вот она мы ставим лампу вот так сюда вот вот эти вещи естественно мы вот так работаем а проверочная будет под 45 градусов точно так же как вот мы видим вот работаем мы вот так таким образом и когда вот работать вот так поперек можно но это будет не совсем правильно поэтому если у нас лампа стоит вот так мы можем забивать вот эти вещи вот а потом уже надо будет лампу переставлять за более правильная работа но для контроля все равно под 45 или под 90 градусов надо поворачиваться поворачивать источник света а лучше всего конечно все это делать в круговую ну вот мы наметили себе цель сейчас забиваем вот эти раз два три 4 5 6 7 8 забиваем вот эти вот бугорки и потом продолжим дальше естественно как мы видим тут уже все битая перебитое на вот эти вот нюансы я на них обращать внимание не буду и выделять там как-то особенно вот я на них просто не буду обращать внимание вот так же как и вот здесь вот видим у нас это как бы не интересует то то есть забиваем вот эти вот 8 штук условно вот он ориентир потом когда мы забьем раз смотрим вот одну шишечку забили вот вторую третью четвертую пятую теперь осталось нам раз два три 4 забить это я как бы забиваю но с оглядкой вот явно здесь видно что надо было бы пробить вот немножко еще почему чтобы не переборщить лучше контролировать то есть я работаю в этом направлении вот такой постановки света потом надо будет работать так и так и корректироваться поэтому сейчас забиваем раз два три 4 вот ну делаем работу где-то процентов на 80 и потом под контролем забиваем дальше почему я еще раз повторюсь это очень важная работа с пробойником это очень важно для ремонта вмятин поэтому я столько внимания этому уделяю и снимаю долго и нудно вот объясняю для тех до кого не дошло что это очень важно правильно научиться работать пробойником поэтому я стараюсь как можно чаще тренироваться чтобы в итоге добиваться лучших результатов собственно такие небольшие еще остаточные плюсики я пооставлял вот теперь мы просто ставим лампу вот я снимаю эти мы не трогали вот они наши так сказать шишки вот раз два три четыре пять шесть семь восемь вот они и теперь работаем отсюда подправляем потому что если мы смотрим отсюда мы этих так сказать нюансов не видим и не увидим поэтому сейчас я вот в этой плоскости немножко не до финиша вот без фанатизма пробиваем отсюда ставим на эту сторону пробиваем отсюда контролируем так вот и посмотрим что получится вот мы работали в этой плоскости повернули лампу и подорабатывали вот они шишки вот эти артефакты которые мы видим вот они это совсем не то мы их не обращаем внимание вот они шишки были как раз между ними вот они позабиты теперь опять же разворачиваем лампу сюда ставим и смотрим здесь кое-что тоже надо еще доработать берем дорабатываем с этой стороны то есть мы не добивали до полного так сказать счастья потому что можем пронизить металл то есть нам кажется вот допустим отсюда вот как мы видим ну вот пример да вот он разберем вот нам кажется что это шишка вот отсюда мы видим что это шишечка это бугорочек да отсюда либо отсюда она не видна вот поэтому когда мы ее берем забиваем мы ее забиваем не до конца чуть-чуть оставляем то есть потихоньку помаленьку там по 10 по 15 процентов пробиваем вниз а не все сто процентов как вы видите с какой-то данной проекции там отсюда 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 неважно откуда вот сейчас дорабатываем и остаются мелочи вот вот эти места как я и говорил уже остались у нас там где лампа не подходила остальное уже у нас все достаточно хорошо разгладилось вот еще раз вот конечно неудобство создается для тех кто смотрит надо запоминать по ориентирам там допустим да тут как бы минус есть в том что сейчас тут много помех вот может показаться что но до этого видео было все видели и теперь и в этой плоскости и в этой мы все видим еще один немаловажный момент если мы для начала вот работаем ставим лампу допустим сейчас я ее выключу все ну вот оставим один свет допустим вот если я работаю лампой под наклоном где-то в 45 градусов потом по мере того как я постепенно там какой-то дефект отрава обрабатываю обрабатываю то есть там ну условно возьмем шишку забиваю 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 ее по чуть-чуть я лампу отодвигаю дальше угол атаки так сказать уменьшаю потом ставлю опять же на следующем этапе ну условно вот первый этап ну условно скажем 45 градусов вот я лампу ставлю ну и более-менее расстояние близкое второй этап я расстояние увеличиваю и 45 ну условно делим пополам 45 пополам 22 там вот и потом на финише на самом там где-то 10-11 там 15 градусов ну кто во что гораст скажем так чтобы вот рассмотреться ставим на более дальнее расстояние и смотрим даже можно подальше это нам позволяет более точно определить так сказать нашу поверхность и как наша ремонтная зона в нее вписывается либо есть шишечки либо есть вмятинки вот собственно что я хотел сказать в итоге так как я и собирался вот увеличиваем расстояние и уменьшаем наклон лампы уменьшаем градусы вот и все что я хотел на этом этапе так сказать всем сказать еще раз повторюсь что это все не зря это надо тренироваться потому что забивание работа работа пробойниками это очень очень важно и одновременно работа с лампой это основополагающие моменты в этом этапе для тех кто и все это знают им это видео не нужно и не интересно а для тех кто хочет попробовать я у них где то я на своих ошибках учился но и не сделайте discussions Старайтесь, тренируйтесь И у вас все будет получаться Всем удачи, пока-пока И до встречи